Если армия не сдается в плен, то это значит, что у нее все в порядке с морально-психологическим духом. Простите, пожалуйста, а у кого морально-психологический надлом ближе? У тех, кто действует по принципу «все для фронта, все для победы» или у тех, кто вынужден три месяца задаваться вопросами, на которые официальная пропаганда не дает никаких ответов, и официальные действия не дают никаких ответов, прибыль-то не будет. Так что мы избавили концерна «Рено» от убытков, мы избавили концерна «Рено» от хлопот, мы обязуемся вернуть все «Рено», как только «Рено» попросит. Позиция российской бюрократии, что мы ничего делать сами не хотим, мы хотим обслуживать интересы западных, точку. А зачем ему возвращать деньги из своих «Ошо» в Россию? Понимаете, это все люди русской культуры, все эти олигархи. И они играют в две игры сразу. Переходим к, наверное, самой обсуждаемой сейчас теме касательно спецопераций. Это сдача «Азов-стали». А она сдалась? Да, она сдается активно. Подождите, подождите. Последнее сообщение вчерашнего вечера. Там сидит две с половиной тысячи фашистов. Часть из них «Азов», часть из них «ВСУ». И нам 10 тысяч раз объяснили, что все «ВСУ» сопротивляется так хорошо, потому что оно, значит, прослойно нацистами. Поэтому принципиально разницы нет. И, ой, она есть, оказывается. А дальше нам сказали, что из них сдалось там немножко меньше 300 человек. Подождите. Может быть, сегодня утром они продолжают сдачу или продолжат сдачу. Но пока, пока, да, более 10% сдалось. Это прекрасная новость. Только «Азов-стали» в целом еще не сдалось. Судя по тому, что происходит, есть некий очень мутный договорничок. Например, вместо слова «сдача в плен», «взятие в плен» используется слово «эвакуация». И использует его не только украинская сторона, что было бы, естественно, наших героев никто в плен не брал. Их просто эвакуировали в российские, значит, учреждения, специально для этого предназначенные. Но это же слово использует российская сторона. Вот там, например, Ходоковский, командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики. Говорит, да, эвакуируют, эвакуируют из «Азов-стали» нацистов. Вот это вот игра словами. Вопрос о том, в Госдуме у нас подняли. Вопрос – казнить их, снять мораторий на смертную казнь для нацистских преступников. Вопрос – обменивать или не обменивать. Как вы на все это смотрите? Я пока отношусь к этому очень просто. Информации недостаточно. Люди, которые воюют, они придают существенно меньшее значение словам и часто путаются в термин. Поэтому давайте подождем и давайте посмотрим, что это будет. Пока у меня ощущение, что все-таки это плен. Все-таки это эвакуация. Но учитывая тот уровень предательства, который мы видели на разных войнах в прошлом, и мы все это помним прекрасно, и учитывая тот уровень странности, который связан с этими боевыми действиями, он начинается с того, что их нельзя называть войной. Официально. Кризис 2008 года. У нас до конца 2008 года нельзя было называть кризис. Это было запрещено, и людей увольняли, если кто-то при должности случайно назовет белое белым, а черное черным. А почему так было в тот раз? Потому что это, понимаете, такое мистическое сознание, такой карго-культ, что если не употребляет некоторые слова, то реальность станет другой. Вот не будете вы псу и поминать дьявола, он к вам и не придет. Вот не будете вы говорить слово война, у вас не будет войны. У вас гробы приходить не будут, у вас люди погибать не будут, у вас снаряды на вашей территории рваться не будут. Вот есть еще юридический аспект. Если мы ведем войну, ну, мы тогда должны прекратить поставки газа. И мы должны, как бы, через Украину. И мы должны платить, перестать фашистам деньги платить. А люди же хотят, люди же наверняка на каких-то откатах схемах сидят. И они хотят продолжать платить и оплачивать убийство российских солдат и офицеров, убийство украинского мирного населения, платить кровавыми долларами Газпрома. Они хотят продолжать оплачивать убийство наших товарищей. И чтобы это они могли продолжать делать наиболее комфортно, не нужно говорить о реальности. А тех, кто называют черное черным, а белое белым, нужно, так сказать, сажать или, по крайней мере, строго наказывать. Но на фоне вот этих вот извращений многочисленных, на фоне того, что до сих пор, простите, цель военной спецоперации внятно не обозначена. Начнем с того, что там не употребляются русские слова. Демилитаризация. Ребят, ну, есть термин освобождение. Демилитаризация. Есть термин освобождения от фашизма. Есть термин освобождения в нормализации общественной психики. Нормализация общественного сознания. А демилитаризация – это разоружение. Нас говорят только про защиту Донецка и Луганска. Это хорошо, конечно, ребята. А что мы там делали в предместе Киева в рамках защиты Донецка и Луганска? Сейчас уже не делаем. Что мы делаем недалеко от Харькова в рамках защиты? Нет, я согласен с тем, что это необходимо. Я вообще считал, когда все начиналось, что Украина должна была быть разрезана по линии Житомир-Венеца, то есть Западная Украина должна быть отрезана, и варитесь там в своем котле, и получайте свою помощь от Запада. А дальше армия должна была пройти через Приднестровье на юг, и всю центральную, всю восточную, всю Южную Украину отрезать. А дальше уже очень просто. Хочешь есть – деноцифицируйся. Не хочешь есть – не хочешь деноцифицироваться – подыхай. Но это, мой взгляд, дилетант. Я понимаю, что двумя сотнями тысяч человек такую операцию сделать нельзя. Это я понимаю. Да и мало, что можно сделать двумя сотнями тысяч человек. Но когда просто начинаешь слушать официальные слова, то мы видим отсутствие внятной, четкой политики, что мы конкретно хотим сделать. Идеально для нас Украина – это вопрос лета 2014 года. Мы Украину хотим видеть какую? Мы ее хотим видеть в составе Российской Федерации. Мы ее хотим видеть поделенной с Польшей. Мы ее хотим видеть в независимости, свободной, демократической, такой большой-большой Абхазии. Или большой-большой Южной Осетии, потому что это совершенно разные сущности. Вот цель военной спецоперации, только, пожалуйста, содержательно, а не на уровне лозунгов. Этой же цели нет. А если это на таком уровне, то любые самые дикие предположения, более частные, они оказываются допустимыми. Они тогда, в принципе, оказываются допустимыми. И мы начинаем цепляться к словам. Потому что мы боимся предательства. И подсознательно его ждем. Во-первых, мы видим либеральный клан во власти. Ну что, Набиулина будет бороться с фашизмом? Миллер будет бороться с фашизмом? Он его финансирует, если я правильно понимаю. Что, господин Решетников, который в Госдуме, на расширенном заседании комитета, рассказывал о недопустимости мобилизационной экономики, потому что там у Советского Союза что-то не получилось, будет бороться с фашизмом? Ну, это моей бабушке, расскажите. Она вам расскажет, как нужно бороться с фашизмом. Как это выглядит на самом деле. Полковник в отставке Михаил Ходоренок в эфире программы «60 минут» со Скобеевой призвал с осторожностью относиться к информации о том, что украинские силы якобы находятся на грани уничтожения и в состоянии морально-психологического надлома. Более того, военкор Котинок пишет о том, что к началу середины июня Украина будет готова контратаковать. Михаил Геннадьевич, а либералы-то нам вообще рассказывают о том, что вот-вот украинские танки двинутся на Москву, но уже и в российских эфирах звучат слова о том, что никакая победа не гарантирована? Значит, то, что даже официальные телеканалы начинают излечиваться от шапкозакидательских настроений, это хорошо. Некоторый рост адекватности – это всегда полезно. Да, давайте не будем перегибать палку, украинские танки на Москву пока не пойдут, просто потому, что не дойдут. Но с самого начала было видно, что украинская армия в плен не сдается. Если армия не сдается в плен, то это значит, что у нее все в порядке, с морально-психологическим духом. Безусловно, в какой-то момент происходит морально-психологический надлом, и люди начинают сдаваться в плен. Но для этого нужно, как минимум, разрушить инфраструктуру, пока на Украине ходят поезда, пока на Украине работает телевидение, пока на Украине есть свет, работает водоснабжение и канализация, до тех пор. Да, пока работают системы снабжения. Морально-психологического надлома ждать не надо. Потому что пропагандистская машина работает хорошо, работает эффективно, в отличие от нашей. Ощущение, что весь Запад с нами против несчастных нескольких орков, которые случайно изобрели нашу территорию, и которых наши доблестные войска уже выкидывают с этой территории, оно распространено широко. Уход войск из-под Киева – это подтвердил наглядно. Отвод войск от Харькова – это подтвердил наглядно. Практика критерий истины. Особенно практика тысячекратно усиленной пропаганды. Я хочу надеяться, что близок морально-психологический надлом Украинского общества и Украинских вооруженных сил, но я уже три месяца скоро хочу на это надеяться, а это время никак не наступает. И пока Украина завалена западным оружием, которое доставляется, вполне себе безнаказанно по-прежнему. Пока мосты через Днепр работают, как часы, там один-единственный мост через затоку к западу от Одессы, там пятый по нему уже удар наносится, это хорошо, что начали наносить по нему удары, но, простите, там явно как-то не удается его разрушить. Наверное, никто не соотносит величину боезаряда соответствующих ракет в тоннах к соответствующей инфраструктурной конструкции, которую нужно разрушить. Значит, как это объяснить? Согласитесь, что не каждой ракетой можно разбить каждое инженерное сооружение, что есть мост, который одной крылатой ракетой взять нельзя, потому что он большой и тяжелый, и хорошо сделан. Но мосты через Днепр, как уже месяц публикуют своих координат, вот для совсем тупых генералов, так по ним никто же не наносит удар. Мы же это видим. Простите, пожалуйста, а у кого морально-психологический надлом ближе? У тех, кто действует по принципу «все для фронта, все для победы» или у тех, кто вынужден три месяца задаваться вопросами, на которые официальная пропаганда не дает никаких ответов, и официальные действия не дают никаких ответов. А вот либеральная пропаганда дает ответ очень внятный и понятный. Очень внятный. В подмосковных Мытищах произошел подозрительный взрыв, происшествие. Два человека пострадали. По предварительной информации, произошел взрыв, детонация неизвестного боеприпаса. Вроде как в багажнике взорвавшейся Киа Соренто обнаружены предметы, похожие на армейские ручные противотанковые гранатометы. Вроде как до Москвы добрались серьезные вооружения с востока Украины. Посмотрите, а как могло быть по-другому? Мы же видели отмену воздушного парада 9 мая. И я думаю, что это было вполне оправданное действие, только не теми погодными условиями, о которых нам официально рассказали. Если где-то есть много оружия, это оружие начинает расползаться. Запад предпринимает усилия, чтобы стингеры, которые они поставляют на Украину, не появились в Европе. Я думаю, что появятся. Это жевелины появятся и все остальное. А с другой стороны, как работает наша таможня? Мы же все это видели. Когда люди на свои деньги покупают стальные листы для бронежилетов, им официальное разъяснение. Вы знаете, эти изделия могут быть предназначены для спасения жизни российских солдат и офицеров, поэтому их вывоз из России абсолютно недопустим. Официальная позиция российского государства. Как вы думаете, таможня, которая работает вот по таким принципам? И все силовики считают, что это нормально, все ФСБ считают, что это нормально, Совет Безопасности по этому поводу не возмущается, Минобороны все это кушают, обеспечивает снабжение войск по нормам мирного времени. Один комплект одежды на полтора года. То есть человек обгорел в танке, у него на нем одежда сгорела, но он сам остался в строю, слава богу. То есть он должен голеньким воевать, ему никто ничего не даст. Вот какая логика у государства. Как вы думаете, это государство способно обеспечить защиту своей территории от контрабанды? Наверное, способно. Но по факту мы видим реальный факт, который этой гипотезе противоречит. Другие интересы. Другие интересы. Бабки, господи. Люди, которые за свои последние копейки покупают бронежилеты, они не могут платить взятку, потому что у них все деньги из расхода на бронежилеты отлично. А те, кто хочет завести сюда оружие, у них деньги есть, у них все в порядке. Это моя гипотеза, разумеется. Когда вы коррупцию считаете основой государства устроя, так это и работает. В Государственной Думе подняли вопрос, почему некоторые депутаты прогуливают заседания. Вопрос Володину следует задать по-другому. Почему оставшиеся 448 депутатов предпочли уютные кабинеты на охотном ряду, работе под непрекращающимися обстрелами в гуманитарных центрах в Мариуполе и операциям в полевых госпиталях Хубизов и Башанкаев слишком короткий список для почти полсотни народных избранников. Мы уже видели, как попозировал с автоматом губернатор Приморского края Олег Кожемяка, где Приморье, Владивосток, где спецоперация военная, чисто на карту стоит посмотреть, задаться вопросами. Вот депутаты едут туда, чем они там могут помочь? Что они могут сделать? Михаил Игнатьевич, и вам предлагается все вперед на спецоперацию, показывать, какие вы герои. Понятно. Значит, прежде всего, господин Хубизов, глава комитета по здравоохранению, он по определению операции делать не может, в обычном понимании этого слова, потому что он проктолог по специальности. Причем проктолог очень хороший, как я понимаю, учитывая его карьерные достижения. Ну, естественно, что проктологические операции он, наверное, делать может. Это, напоминаю, операции на прямой кишке, нашей с вами филейной части. Но, наверное, это не те операции, которые массово требуются в зоне боевых действий. Во-вторых, моя воинская учетная специальность, если верить моему билету, это сапожник. Вот. Естественно, с сапожником я ни день не работал, это такой советский армейский юмор. Но, тем не менее, если меня сейчас в соответствии с моей воинской учетной специальностью определить, то это будет очень прикольно. По крайней мере, одно отделение без обуви остается точным. Второе. В каком качестве депутат Госудомы должен работать на фронте? В качестве пехоты? Можно. Можно. Только средний возраст за 40. У меня есть некоторое количество молодежи, которые, в принципе, можно использовать как пучные мессы. Но, я думаю, к общему восторгу избирателей. Но большинство, оно воевать сможет до первого разрыва. Просто по физическим кондициям. Я смогу. Ничего страшного. Но военную подготовку я последний раз проходил в 88-м году. И работа депутатов заключается в том, чтобы принимать закон. Проблема не в том, что кто-то прогуливает. И проблема не в том, что кто-то не на фронте. Если у депутата есть военная специальность, у Дилимханова, пожалуйста, он там с самого начала. И никто не заикается о том, что его нет в зале. Все понимают, что человек работает по специальности. По базовым. По основному. А есть некоторое количество отставных военных. В том числе серьезные спецсоры. Но они выполняют более важную функцию участия в гражданском управлении. Ну и, так сказать, свои воинские части, что называется, окормляют, обеспечивают им гуманитарную помощь. Потому что государство не в состоянии, как я понимаю, нет у него желания в этом государстве обеспечивать тех, кто воюет. Якобы за его интерес. А может быть и вправду за его интерес. Если бы это было вправду, за его интерес, наверное, снабжение было бы другим. Но задача Госдумы – это принимать разумный закон. Вот проблема Госдумы в том, что до сих пор не гарантировано право граждан на жизнь. Проблема Думы в том, что до сих пор экономика не переведена на военные рельсы. Что до сих пор не пересмотрен преступный бюджет, принятый «Единой России». Вот в чем проблема. А насчет того, что кто-то отсутствует в зале, вот так, простите, это же нам два года объясняли, что ужас, 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 корона, 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 и тот, кто в зале должен съесть один человек на ряду. Естественно, эта привычка осталась. Уралвагонзавод отправил для Минобороны РФ партию новейших российских танков Т-90М. Как сообщил концерн, отправлена партия новых танков Т-90М прорыв, последняя модификация российского основного боевого танка Т-90. Михаил Игоревич, три месяца почти идет спецоперация, три месяца назад этих танков не было. Почему их нельзя было отправить три месяца назад? Значит, первое, мы не знаем, были поставки два месяца назад или не было. Второе, а мы не знаем, сколько танков в этой поставке. Потому что это может быть три танка, это может быть 333 танков. Мы не знаем этого. Поэтому это просто хорошая новость. По крайней мере, часть распиаренного оружия все-таки поступает в войска. Там эти самые ПАК-ФА появился, якобы где-то его кто-то видел над Луганском. Даже ролик был, даже ролик был, что все-таки они летают. Скоро дождемся сообщения о боевом применении, может быть. А может быть, и не дождемся. А может быть, армату скоро увидим на полях сражений. Может быть. А может быть, и не увидим. Напомню, что Т-90 это советский танк. Это последний танк Советского Союза. Очень-очень-очень хороший. Да, наверное, его глубокую модернизацию это тоже хорошо. Да, это замечательно. Но в основе своего советская техника. Собственно, российская техника. Это кинжалы, это искандеры и что-то еще. Может быть, дождемся ее применения. Но, по крайней мере, Уралвагонзавод не обанкротили. Все еще это уже хороший. Потому что, если я правильно помню, альфа-банк украинского олигарха господина Фридмана, или латвийского, правильно его называть, с которого здесь пылинки сдувают и по сей день. Когда-то пытался его обанкротить. Я помню сообщение в украинских газетах, годой так в 15-м, что украинский банк банкротит Русню. Хорошо, Михаил Геннадьевич. Теперь перейдем к процессам импортозамещения, так сказать. Решение об уходе французской компании Рено с российского рынка было крайне болезненным, заявил президент компании Жан-Доминик Сенар. Это было очень болезненное решение. Но это был наилучший выбор для защиты 45 тысяч наших сотрудников в России, поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции. Рено ушли, но вроде как собираются вернуться. Одним из условий сделки с группой Рено по АвтоВАЗу является помощь французской стороны в поставках комплектующих. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. То есть Мантуров говорит, что они нам будут поставлять комплектующие. Зачем это французам, несмотря на санкции? Ну, очевидно, они намерены дальше какое-то сотрудничество развивать. Власти Москвы придерживаются противоположной точки зрения. Они говорят, что никому они возвращать заводы не собираются, что вот они как получили, будут тут, понимаешь, москвичи выпускать. Более того, власти Москвы выплатят сотрудникам бывшего завода Рено Россия долги по зарплате. Заявил зам мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Михаил Геннадьевич, что за мутная история? История мутная. Лексутов нам, значит, во-первых, нам и Лексутов и Мантуров столько всего нарассказывали в свое время, что просто вот брать и доверять их словам я бы не стал. Ну, несерьезно. Ну, просто несерьезно. Вот. Можно вспомнить, так сказать, товарища Лексутов, как в Таллине показывали его дворец, что вот с женой развелся, смотрите, какой дворец жене построил. Это была просто экскурсия, просто пункт программы экскурсии по Таллине. Вернее, по Эстонии, по окрестностям Таллина. Но. Сделка следующая. Российская сторона принимает активы Рено. То, что мы им сдали. То есть, это российские предприятия, построенные еще при Советском Союзе, которые были отданы Рено, потому что российские одичалы не смогли с этим сделать ничего. Рено возобновило там производство. Возобновило производство не очень хорошо, как мы видим на примере долгов по зарплате, которые есть в Москве, но все-таки что-то шевелило, все-таки автоваз существовал. При этом они провели полную переориентацию на свои запчасти. То есть, уровень локализации был драматически снижен. И сейчас эти заводы не могут существовать без поставок комплектующих с Рено. То есть, либо мы начинаем, переводим их на производство собственно российских изделий, возрождаем продукцию промышленность комплектующих. А для этого нужно А. Оборудование. И Б. Дешевые кредиты. Но поскольку при госпожине Биурне дешевых кредитов быть не может, значит, мы сохраняем колониальную модель российской экономики. Просто слегка ее припудриваем. Колониальная модель российской экономики выглядит в следующем образом. Мы обязуемся вернуть все Рено, как только Рено попросит. Оно говорит, хочу обратно. Мы немедленно ему все отдаем. За это сохранение де-факто права собственности они нам передают, обеспечивают поставки комплектующих. Будут они выполнять свои обязательства? Не будут они выполнять. В основе этого лежит позиция российской бюрократии, что мы ничего делать сами не хотим. Мы хотим обслуживать интересы западных. Точку. Тут же еще встречный вопрос. Новым главой автоваза станет Владимир Аветисян. Он занимает позицию советника по особым поручениям первого замгендиректора групп компании Ростех. Ростех это у нас государственная корпорация, чем ее возглавляет. Вот есть ли у государства такой набор грамотных специалистов, чтобы развернуть производство? Подождите, но никто же не ставит задачи развертывания производства. Вы же не слышите сообщений о планах увеличить объемы производства. Вы же не слышите сообщений о том, что будет сохранен выпуск продукции в таких-то объемах. Мы же этого всего не слышим. Не слышим. Почему вы не доверяете государству? То есть мы просто взяли завод подержать? Завод подержать. Ну, соответственно, какие-то объемы будут сохраняться. Какие объемы? Это зависит от желания концерна Рено обходить санкции. То есть когда Рено могло здесь зарабатывать, оно зарабатывало. Теперь, понимаешь, долги по зарплате. Убытки мы национализировали. Убытки мы переложили на граждан Российской Федерации через бюджет, в данном случае города Москвы. Ну, а прибыль будет по-прежнему... Нет, сейчас прибыль будет концентрироваться у российских формальных, как-то номинальных держателей. Ну, простите, пожалуйста, а прибыль-то не будет. Так что мы избавили концерна Рено от убытков. Мы избавили концерна Рено от хлопот. Ну, и когда он скажет, а теперь я хочу все в зад, эти люди им все отдадут. Может, скрою московских властей, но это вопрос открытый. Власти Ямала-Ниньского автономного округа готовы помочь компании миллиардера Виктора Виксельберга достроить и запустить аэропорт в Новом Уренгое. Вопрос, вернул ли Виксельберг деньги из своих офшоров? А зачем? А зачем ему возвращать деньги из своих офшоров в Россию? Понимаете, это все люди русской культуры, все эти олигархи. И они играют в две игры сразу. Первая игра была, в ней были, в этой игре были разоблачены Фридман и Ава. Когда Запад им наложил на них санкции с формулировкой «Оказывается, ваше влияние в России меньше, чем вы нам рассказывали». То есть, в переводе на русский. «Вы обещали, что вы будете крутить Путина, как мы хотим, а вы, оказывается, не можете управлять Путина в наших интересах. Вы нас обманули, получается». Ну, по крайней мере, так это выглядело со стороны. Не знаю, так ли это. В реальности, со стороны выглядело так. Это с одной стороны. С другой стороны, все эти люди русской культуры независимы от национальной принадлежности. Естественно, из других культур тоже, но в первую очередь русская. Основа русской культуры – это справедливость. Любой олигарх подсознательно понимает, что он грабит эту страну. Что он грабит этот народ. И вывозя деньги из России, он выводит деньги из России, потому что он здесь делает этой стране плохо, значит, страна тоже ему имеет право сделать плохо. Поэтому он не будет держать свои деньги здесь просто по характеру своей деятельности. Это средний предприниматель, который дает людям деньги, дает людям зарплату, дает налоги бюджету, возрождает производство. Он будет держать деньги здесь, потому что он делает здесь хорошо, и он подсознательно убежден, что если я стране делаю хорошо, значит, страна не может мне сделать ничего плохого. Это праведное негодование, как так? Я сделал завод, его убивают. Что происходит? Все, как обычно. Но в мозгах среднего предпринимателя, который занимается созиданием, даже крупного, это не укладывается. А олигарх делает по-другому. Берет советские мощности, слегка их модернизирует, и дальше эксплуатирует. Он понимает, что он стране делает плохо. Значит, страна теоретически имеет право сделать ему плохо. И какое бы политическое влияние не было у этого олигарха, он это понимает. Поэтому деньги он у страны выводит. Исходя из представления справедливости. Причем, естественно, в этих категориях он не мыслит. У него есть ощущение, которое он боится осознать, потому что никто не может осознать себя в качестве грабителя. Это невозможно. И когда он выводит деньги на Запад, чувство справедливости играет с ним вторую дурную шутку. То есть он здесь, Россия, где его деньги в абсолютной безопасности, потому что ему принадлежит политическая власть. Исходя из своих ощущений справедливости, выводит их на Запад, где ему может принадлежать только местный полицейский участок, и то в некоторых особо коррумпированных территориях. И там он чувствует себя в абсолютной безопасности, потому что он же этим странам приносит деньги, он им делает это хорошо. Исходя из русских представлений о справедливости, если я вам делаю хорошо, вы не можете мне сделать ничего плохого, потому что это будет несправедливо. И они попадают в две ловушки сразу. Они бегут из России, где у них все в порядке, иррационально, потому что он понимает, что он убивает эту страну, убивает этих людей, своей высокой нормы прибыли, своим злоупотреблением, монопольным положением. И даже если он этих людей не ненавидит по этническому принципу, а бывает и такое, то он понимает, что эти люди имеют право ему сделать плохо, потому что он им плохо делает. Он отнимает у них будущее, он отнимает у них жизнь. Это не важно, что ни он, ни они это не сознают. Это подсознательное ощущение, но есть. И он бежит и тащит свои денежки в мышеловку, где даже нет сыра. Он сам этот сыр покупает на свои деньги. Респонсирует эту мышеловку. Потому что он делает ей хорошо, и значит, если его холодно, то это будет несправедливо. Вот в связи с менталитет российской олигархи это не лечится. Ну, с олигархами-то все понятно. Почему руководство региона готово ему помочь выполнить обязательства? Руководство региона. Регион богатый. Они привлекли олигарха. Олигарх им пообещал. Дальше выяснилось, что у олигарха есть своя родина. И может быть даже историческая. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Как там Жизинский говорил, если вы храните все деньги и все, включая своих семей и любовницу у нас, то это ваша элита. Естественно, товарищу Викстенбергу возникла некоторая заминка. Зачем выполнять свои обязательства перед страной, которая вот-вот завоюет победоносный Запад? С какого перепула? Зачем? Когда здесь будет оккупационная власть, тогда он сотрудничает с этой новой оккупационной властью, пока бы шли все нахрен. Вот. И власти региона видят, что финансирование прекратилось или сократилось. Аэропорт-то нужен. Ребята, мы тут готовы сами доложить. Готовы поучаствовать. Только вы совсем-то нас не кидайте. Дайте нам меньше того, что обещали. Но дайте. Вот и все. А у Викстенберг, по-моему, еще был проект региональных аэропортов, когда все еще было нормально. А восстанавливалось внутреннее сообщение транспортное. Но дайте был очень хороший проект, был прекрасный бизнес. Они брали аэропорты, приводили их в порядок и высасывали деньги из авиационных компаний. Прекрасный бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин